Их стало меньше, но теперь они активнее. Согласно статистике, количество предпринимателей в Оренбуржье за год сократилось на 7 тысяч человек. Цифры по-настоящему пугающие, однако не совсем верно отражающие ситуацию в регионе. Дело в том, что законные налоговики сильно подчистили списки предприятий и исключили из них так называемые неживые искусственные. Ведь не секрет, что один и тот же предприниматель нередко имел по несколько запасных аэродромов, которые и раздували статистику. Теперь число ИП и юрлит сократилось, зато все они живы и успешны. Но еще одна приятная тенденция – малый бизнес все активнее осваивают дамы. В Оренбурге подвели итоги федерального проекта «Мама-предприниматель». На грант в 200 тысяч претендовали более 70 проектов, среди которых хостел, пошив обуви, отелье и салон красоты. Ну а наша Екатерина Киселева знает, какую идею эксперты признали самой продуктивной и перспективной. Толстовки, танковки, футболки, ветровки. Можно было бы назвать это секонд-хендом или шоурумом, но здесь пользуются словами отечественными и зовутся давно забытым словом – комиссионка. В торговом зале только детские вещи – от пинеток до колясок. Особый спрос на обувь. Да, не новую, но в магазинах за такую цену и носков не купить. 480 кроссовки. Конечно, кроссовки 800-900 – минимальная цена в магазине. Половину, я же говорю, половину все дешевле. Детский комиссионный магазин появился в Оренбурге благодаря двум мамочкам. Вспомнить давно забытое помогли декрет и кризис. Но путь от идеи до ее воплощения был тернистым. Не хватало денег, знаний, поддержки. Конечно, хотелось бы получить какого-то рода поддержку от государства. В частности, допустим, по предоставлению помещения. Это было бы серьезной помощью для нас, потому что это у нас основная статья расходов. В общем, платье с новой осенней коллекции, во-первых, очень тепленькое, очень удобное. Ольга Соловьева тоже нашла себя сидя в декрете. Сейчас у нее не только двое деток, но еще и собственная линейка одежды, аксессуаров и клиенты по всему миру. Она старается создать не просто бутик, модный дом, но художник и калькулятор – вещи малосовместимые. Трудностей очень много, просто потому что, во-первых, я не предприниматель. Это очень сложно для меня. Циферки – я художник, циферки – это не мое совсем. Обе наши героини встретились в федеральном проекте «Мама-предприниматель». Он создавался как раз для таких вот идейных девушек, женщин, которыми достает знаний и поддержки. Их конкурентками и единомышленницами стали больше 70 бизнес-леди. До финала добрались 20. Салоны красоты и все, что вокруг этого связано. Но сегодня были проекты, которые не каждая женщина может потянуть. То есть у нас были со строительного контроля варианты. Есть в том числе автомобильное обслуживание и такие вещи у нас сегодня практиковались. Чистка обуви. Несколько дней вместе с экспертами дамы вникали в юридические тонкости, составляли бизнес-планы, брали мастер-классы у самых видных предпринимателей Оренбуржья. По ходу действия проекты девочек менялись, становились глубже, логичнее. Так что, когда пришло время выбирать победителя, мнения сильно разделились. Давайте просто будем только голосовать. Споры были очень горячие, потому что все девчонки достойны победы. И у всех были сильные стороны и в части презентации, и разработки своего проекта. Конечно, выбрать победителя было очень тяжело. В итоге 200 тысяч вручили проекту не только коммерческому, но еще и социальному. Выдан Виньковой Елене. Детище Елены Виньковой тоже связано с детьми. Она пробует создать современную версию Института благородных девиц. Уже есть здание, идет ремонт, так что 200 тысяч придутся, кстати. Я очень хочу, чтобы у нас были не пивнушки шаговой доступности, а детские центры. А вообще проигравших среди мамочек, конечно, не было. Ведь за несколько дней они не только заполнили многочисленные пробелы в знаниях, но и обросли важными знакомствами и даже обрели бизнес-покровители. Так что, кто знает, может, совсем скоро у бизнеса Оренбуржья станет именно такое прекрасное и женское лицо. Ведь к своим проектам эти мамочки-предприниматели относятся так же фанатично и трепетно, как к собственным детям. Так что едва ли остановится. Инстерина Киселева, Максим Максимлюк. Наше время. Субтитры создавал DimaTorzok